Игорь Якимчик добавил, что чаще всего жалуются на муниципальные службы. Это вопросы, связанные с земельными спорами. Вениамин Кондратьев назвал недопустимой ситуацию, когда малый и средний бизнес пытаются зажимать. Сегодня самая главная потребность или запрос и населения, и бизнеса малого, среднего на объективность, прозрачность и справедливость со стороны власти. И рынок, в том числе, тоже должен быть равный для всех. Особенно для сбыта, лизации продукции, которую производят малые и средние бизнесы. Мы с вами должны обеспечить, чтобы все предприниматели, представители малого, среднего бизнеса имели равные возможности на рынке. Именно малый и средний бизнес должны стать основой экономики Краснодарского края. Сейчас на их долю приходится 33% валового регионального продукта. К 2030 году этот показатель на Кубани намерены увеличить до 50%, заявил Вениамин Кондратьев. В каждом районе уже созданы центры поддержки предпринимательства, которые объединят в единую краевую сеть. Кроме этого, губернатор и бизнес-омбудсмен обсудили работу фонда промышленности. Немало важно, что сегодня мы максимально создаем условия для того, чтобы государственная поддержка малого и среднего бизнеса была максимально прозрачна. Я бы еще хотел сказать о фонде промышленности, который явно позволит нам сегодня развить очень серьезную для края отрасль экономики. Если вы посмотрите внутри, в разрезе на малый и средний бизнес, они, конечно, у нас 60% это услуги, торговля. Нам бы все-таки хотелось их развернуть к реальному сектору экономики. И вот сегодня разворот малого и среднего бизнеса к реальному сектору экономики – это тоже стратегическая задача. Поэтому и фонд промышленности, который сегодня создан, максимально будет этому способствовать. Абсолютно верно, что есть резервы в создании большей доли малого и среднего бизнеса на территории края за счет тех подходов, которые вы действительно здесь осуществляете. Это и нормативная база, и та субсидиарная политика, которая есть. И очень правильно вы отметили, что сегодня фонд промышленности, который есть, Кубань славилась своими промышленными предприятиями. Кредитная ставка сегодня, я хочу сказать, уже стала не 5% в этом фонде, а 3% в течение пяти лет и так далее. В этом году объем финансирования регионального фонда промышленности составит 500 миллионов рублей. Кредиты под сниженный процент будут выдавать в том числе и небольшим предприятиям.